СЕФ «Электроавтотранс» предлагает пассажирам новую старую услугу, призванную разнообразить монотонное путешествие в троллейбусе. С понедельника, 4 ноября, возвращается любимое развлечение всех советских детей – компостер. Система контроля усложняется, чтоб ни один заяц не проскочил. «Платить будут немножко по-другому, потому что поменяется порядок оплаты проезда. Право проезда будет предоставлять заокомпостированный, подчеркиваю, абонементный талон, приобретенный в салоне у контролера, сегодня там контролер работает, у водителя или в пунктах реализации. Причем можно их купить заранее, несколько штук, а путем использования пробивать их при пользовании. Вот и все». Для кондукторов тоже наступают перемены в наименовании. Теперь они контролеры с ручными компостерами для сопоставления дырок в талоне. Ведь процесс видоизменения билета самостоятельный. А уж в этом троллейбусе это было сделано пассажирам или в другом и призван установить контролер. «Дополнительные контроли, проверки, чтобы водители, извиняюсь, пассажиры компостировали талоны свои». Возвращение механических компостеров в троллейбусы – только первый этап в деле усиления контроля оплаты проезда. «Будущее – это вообще-то за электронным сбором выручки. По примеру, города Киева, города Донецка, ну и еще ряд городов Украины переходят на электронный компостер. Сегодня мы не в состоянии бюджет позволить приобрести электронный. Это очередной шаг механический к электронному». В этот раз город убытков не понес. Все компостеры, установленные в 96 городских троллейбусах, а это по пять в каждом салоне, извлечены со склада, куда они были отправлены после демонтажа в середине 2000-х. Лариса Раевская, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».